Добрый день, уважаемые коллеги. Краткий доклад сообщения, результирующий сегодняшний дебат по поводу ГИСов и так далее, о роли горно-геологических информационных систем при подготовке современных горных инженеров. На сегодняшний день тенденция в образовании, тенденция при подготовке горных инженеров, этот подход начался более живо внедряться в нашем университете за последние полтора года, это так называемый подходный проект при подготовке кадров. Причем этот проектный подход подразумевает начало его реализации еще старших классов школы, когда в Москве в прошлом году у нас в нашем университете один здесь сняли шпаж инженерных классов организовал школу. И, соответственно, инженерные классы, которые подразумевают некоторое, то, что раньше называли, ну, то, что и есть практически по своему смыслу, научно-исследовательская работа, которая идет под шапку университета, организованного, соответственно, по тематике, которой занимается университет высшим учебным изоединением. Затем, при поступлении в университет, вот, все студенты, которые у нас сейчас учатся с первого курса, у них будет модуль, который так и называется, проектные решения. Он будет, этот модуль, со второго семестра и, соответственно, до конца главлята, до конца восьмого семестра. Основная идея его реализации, это идея ESDIO, это, соответственно, придумай, разработай, метри и управляй. Так вот, в чем его смысл? И при чем здесь ГИСы? Как мы видим это в рамках нашего университета? Во-первых, проектный подход, который будет, ну, как растянут на весь процесс обучения, скажем, он в некотором смысле поменяет, может поменять, по крайней мере, эвенцирацию социальных студентов. Во-первых, сейчас большая проблема у студентов, то, что они во-много не понимают, для чего они изучают в одной дисциплине. Да, это спорное такое утвердение, а так, если провести опрос у студентов, это порядка 80% студентов, они очень часто отвечают, что мы не знаем, для чего мне нужна та или иная дисциплина в рамках моей подготовки. Так вот, это несколько может поменять мотивацию студента и перейти до утвердения «я знаю, для чего я это учу». При этом, при внедрении проектного подхода он подразумевает, что студент будет разрабатывать или провести некоторую разработку на протяжении хотя бы полутора лет. Причем, в каждом семестре это какой-то определенный законченный этап, после которого обучающийся может несколько поменять эктор своего проекта или сменить его. Ну, в общем, регулированный достаточно регулированный процесс. И в этом случае студент будет абсолютно понятно, для чего ему нужна геология, для чего ему нужны предметы, связанные с технологией, с открытой, потенциальной и так далее. Для чего ему нужны предметы, связанные с маршинерией, соответственно, на рисунке, от геологии до электрики. И, в конце концов, для чего нужны горные машины, как их запитать током. То есть, на рамках... Вот вся программа образовательная, она будет отталкиваться от этих проектов, которые будут, соответственно, реализовываться студентам. Какие мы в этом видим преимущества? Это, соответственно, во многом будет реализовывать, так называемую, индивидуальную траекторию образования студентов за счет того, что у каждого... Ну, это не обязательно индивидуальный проект должен быть. Как правило, естественно, этот проект будет подразумевать некоторую группу, в которой будет четко профессиональная роль. Затем это, понятно, готовность к участию в реальных проектах, мотивация к новым знаниям и наукам и умениям. То есть, на определенных этапах реализации своего проекта у студентов появится дефицит знаний. Когда студент будет четко понимать, что я не могу сделать тот или иной блок, ту или иную, скажем так, операцию в рамках своего проекта, потому что я не знаю того или иного. То есть, это тоже... Одна из больших проблем современного образования, технического, на первую очередь, это невысокая мотивация студентов. Я думаю, что это не для кого-то секрет. Следующее, это повышение роли самостоятельного обучения. Ну, это несколько пересекающееся здесь преимущество, однако это тоже имеет место быть. Четко выраженная связь, теоретическое знание, реальное использование на практике. То есть, опять же, проекты, по крайней мере, проектный подход предполагает наложение теоретической части подготовки и реализации проекта. Развитие творческого потенциала, высокая межрисциплинарность, умение работать в команде. И вот как раз про то, что я уже сказал, это сквозной проект на протяжении теоретической цифры, согласно стандартам SD-IRO. Роль здесь приятная. Наш университет, горный институт в первую очередь, мы видим в горно-геологических информационных системах большой плюс в использованиях в рамках проектного подхода. С какой точки зрения? Горно-геологические системы, они позволяют фактически на сегодняшний день проходить все, ну, большинство стадий жизненного цикла горного предприятия. Начиная, даже не предприятие, надо сказать, а месторождение. Начиная от стадии разведки, затем, соответственно, освоения, эксплуатации, консервации и последующей репутилации. Соответственно, в рамках изучения, если у нас проект, я думаю, что порядка 30% всех проектов, которые будут выбирать студенты, они в той или иной мере будут касаться как раз ГИСов. Они позволят студентам проследить по мере детального изучения, в том числе ГИСов, то тот жизненный цикл горного предприятия, который существует, и который это знание по этому жизненному циклу и тем этапам, и тем технологиям, которые нужно освоить. Что у нас сейчас уже реализовано по ГИСу в горном институте? Соответственно, ну, четыре основных направления применения. Это, соответственно, модули дисциплины, то есть практически во всех 12 специализациях, подготовка по которой у нас ведется в рамках специальности горное дело, присутствует тот или иной предмет, та или иная дисциплина на разных курсах, там, от четвертого до сейчас шестого курса, сейчас, так сказать, в половине лет подготовка идет, в рамках которых идет изучение ГИСов. Причем оно дифференцировано, на каких-то специализациях больше, на каких-то меньше, но на каждой, в той или иной мере, есть. Затем небольшой, очень небольшой процент, это порядка, мы считали по прошлому году, в три процента обучающихся у нас проходили учебные и производственные практики, в той или иной мере, связанные с ГИСами. НИРС, научно-исследовательская работа студентов и курсово-дипломерное проектирование. Вот, наверное, наиболее развитое использование ГИСов сейчас это в МИРСе. Еще немного статистики, то, что за последние два года около 20-20 процентов научно-исследовательских работ студентов, представленных на различных конференциях университетского, факультетского и так далее, уровня внутренних, скажем так, это работы, связанные с тем или иным использованием ГИС. Да, вот здесь действительно студентам интересно, и они имеют высокий интерес, они что-то там пытаются сделать, что-то сэнденировать. И, что здесь еще, ну, еще одна цитата, это то, что проектный подход позволит существенно расширить использование студентами автоматизированной системы сбора, обработки, интерпретации информации. Ну, и здесь нужно еще отметить, что, естественно, современный специалист, горный инженер, его подготовка немыслимо без использования информационных систем в целом, потому что, ну, все-таки технологии достаточно быстро развиваются, и фактически весь спектр уже оплачивает их тем или иным информационным системам. Еще отдельно о дипломном проектировании. В дипломном проектировании с 2016 года, как отдельной главой, как курсовым проектом, было введено, соответственно, для четырех специализаций, маршетинговское дело, открытые горные работы, поддельная разработка классных месторождений, поддельная разработка крупных месторождений, как обязательной главой использования ГИСов при дипломном проектировании. То есть эта карта, когда используется, тут не регламентированно, главное, что это может быть глава, связанная с маршейтерским обеспечением, глава, связанная с геологическим обеспечением, неважно. Но главное, что одна из частей диплома, одна из глав диплома, грубо говоря, должна быть выполнена обязательно с применением ГИСов. Для чего это было сделано? В первую очередь это связано с тем, чтобы, опять же, повысить конкурентоспособность наших выпускников. Потому что ни для кого не секрет, что горный инженер, знающий поле или знающий тот или иной пакет программы, востребование, скажем так, два с половиной раза, чем человек, который не знает этот пакет. Причем иногда даже от пакета не обязательно, что маркшейпер должен знать какие-то специализированные пакеты по маркшейтерии. А здесь, наверное, важнее даже знать саму технологию работы ГИСов. Ну и еще последнее направление, не буду долго занимать ваше время, это, соответственно, магистрская подготовка. Магистрская программа, то есть представители как раз есть магистров, обучающихся по этой программе, которая была запущена в прошлом году, сейчас в этом году будет первый выпуск, такая достаточно специализированная магистратура, совместная междисциплинарная, при подготовке специалистов участвуют два института, соответственно, институт информационных технологий и горный институт. В рамках этой программы как раз тоже, ну да, если следующий слайд, это более, наверное, показывает то, что я хочу сказать, что задача или основная цель разработки этой магистрской программы было то, чтобы вот за те два года, когда у нас в группе могут учиться и горники, и информационщики, подготовить не отдельный кадр айтишников, не отдельный горного инженера. у нас достаточно хорошая подготовка и в той или другой отрасли отдельно, а подготовить специалиста в основе его горничных знаний, который бы смог соединить, стать связующим звеном между горниками и, грубо говоря, разработчиками софта. И на горных предприятиях очень часто, это большая проблема, когда на крупных предприятиях бывает, что пришел специалист, который знает один пакет, этот пакет приобрели. Затем, по той или иной причине, либо сотрудник ушел, либо пакет не заработал так, как планировалось, ну и так далее, и потом новый пакет, новый, и очень часто вот финального запуска, то есть, грубо говоря, того выхлопа, который хотели получить, его в результате, во многом это связано как раз с тем, что горники во многом те, кто, так скажем, не совсем понимают то, что происходит в айтишной среде, а айтишники не совсем понимают, что происходит в горной среде. Вот как раз специалист, который смог бы стать связующим звеном между горниками и айтишниками. Вот задача на гордовке. Поэтому я здесь просто покажу. Спасибо за внимание. Ваши вопросы и комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok